и денис казанский тайм-аут мы вернулись да мы вернулись наконец с большим гостем алексей но прежде давай дима поздравим искренне но если 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 не пробег алексей геннадьевич не понимается да не в курсе омск стал 17 лет ждали в балашихе но у нас там был сарабский омск-балашихе все нормально ничего страшного не дим искренне поздравление потому что но это круто спасибо спасибо я вчера кричал кричал просто рад и сегодня как насколько важно да насколько мы ценим алексея геннадьевича я вместо празднования и полета в омск полетел сюда да это важно потому что алексей геннадьевич мы давно хотели получить гости лишь привет еще за чем привет ребят сегодня мы пьем вообще необычную историю тегуани жареный на углях вот в этой печи младшим научным сотрудником газ чая динамьяном то есть это такое очень необычное событие и я уж так попробовал чтобы знать что нам предстоит ну и я скажу очень круто жареный чай алекс адепт чая на самом да знаком наверное получше чем юрий павлович но не лучше чем юрий павлович и разбираюсь вине крайне мере во всей палитре мировой только если бордо давай расскажи пор давай начнем с того с этой фотографии и и часто можно увидеть на это самый длинный тоннель до что ли он такое вадима помнит ну я прекрасно помню что это за день что это за история я не хотел чтобы заканчивался тоннель потому что скучал очень сильно по общению и тут как раз и ждал поединка с бордо это массы когда одежда раздевалки уже нужно возвращаться на второй тайм ну так устроен просто самого здания где раздевалка отдельно за за трибуны соответственно быстрым был тоннель который нужно было пройти как минимум метров семьдесят восемьдесят на и некоторые из наших ребята когда мы вели мяч выходя на разминку в кого-нибудь там запулить ладно своего врага в соперника нужно попасть это мы с димой возвращались я не помню когда на каком этапе точно мы помню это прекрасно что даже результат я хорошо помню результат но кстати это на дерби бордо не любит и до сих пор не любит марсель да я не сказал бы что там как-то серьезно как носились к этому дерби конечно с парижем ничто не сравнится но это у нас просто местечковость у вас все-таки такой клуб который там выиграла лигу чемпионов соответственно прославляла французский футбол бордо все-таки ну такой вина но только если но для нас марсель был очень сильным раздражителем и все жители бордо естественно не любили эту команду не любили еще этот город и самое принципиальное дерби мы его считали дерби не тулуза которая играла там иногда играла в первом дивизионе это самым существенным дерби делался марсель как-то объяснить там моряки там что что может раздражать в марселе сам клуб я полагаю вот наверное какие-то какие-то истории связанные с коррупцией бернарда пиевна верно а ты помнишь эту фотографию конечно он расскажи приехал кучал по общению конечно но я больше думал не об игре а как пообщаться поговорить чё как алексей геннадьевич конечно как он нос воротил шел там да мне надо разминаться тянуться там еще что-то и давай поговорим подожди посидим ой постоим в туннеле нет не признаться не помню в каком направлении мы шли не мышь на поле на поле на поле на поле конечно там потому что раздевалки почему-то были за стадионом и ты получается переодеваешься идешь по асфальту потом спускаешь тоннели уже по туннели к стадиону и такой бункер но и в общем разговор но разделка поинтереснее чем на краевым коттедж саморазделка на это не обращаешь внимание что для футболистов нужно за грани ты видел конечно и по размерам она похожа на вот мы играли в этом лигу европы в альбервиле шотландская команда оберди не там вообще там сначала 11 переодевались и потом все остальные заходили то есть но нереально было все стояли ждали пока основной старт переоденется основной состав переоделась пошел на разминку другие подошли то есть никакой там никаком массажном столе даже речь не шло ну ничего страшного вообще без проблем какие раздевалки были в барнауле когда начинал хорош раздевалка там просто душевое продание было это раздевалки нужно было другой уйти но он поймите что мы когда есть произносим я щас к солковым прибадаю уже который год когда ты говоришь раздевалка ты имеешь ввиду не и сами кресла это массажные столы а именно то атмосфера который там царит да ты говоришь там вот после игры там после победы на на стэм фарбрич например заходит в раздевалку тот же обработчик но он заходит не для того чтобы оценить качество покрытия не знаю там или после ремонта тем более да он просто хочет проникнуться атмосфера поэтому когда мы говорим раздевалки мы имеем ввиду совершенно переносный смысл что вы что происходит до как ребята готовятся исходя просто из своих какие-то основополагающих принципов это существенное различие если брать допустим английский футбол то там реально ты понимаешь что кто на что гораст никто под какую-то определенное лекало вот мотивационные вот ни одного игрока не подводит хочет это на ребят темнокожие там тот же дроба не деду сами надевали там наушники джереми вот и слушали музыку тогда не все хотели там бомбокс все слушать хотя в других клубах более скажем так рабочих на таких как тут же фулл упоминался чалтон портсмут там ставился бомбокс и играл вот эта музыка мотивационная которая впрочем мне не очень нравилось это поставил лодзе полин если не ошибаюсь или deep apple я уже не помню и помню что это было в берминген на втором куплете все это зарубили ребят ранды нет ну там можно было подключить свой этот ipad ipod но и каждый раз кто-то получается разным подключил до или допустим кому-то доверяли как правило музыка она должна быть расхожая она должна быть такая ритмичная вот и не должна грузить сильно широк все-таки грузите там определенные слова и вот эти гитарный риф кого не всех устраивает я даже когда бегаю марафон или там тренировка раздражает она до брок раздражает его нужно отдельно слушать тем более ребят молодые они слушают другую музыку но в челси не было такого не было общей музыки соответственно ребята слушали наушниках мы там восточные европейцы петя чех вот потом кежман мы уже такие все в масле за два года начала муту слушал муту мута помутил немножко в начале сезона и честно говоря ушел там скандальная история не нужно отдельно говорим и вот я прекрасно помню эту историю очень люблю и сколько как как пример на переключение потому что приходит на ум слова как мантра для меня великого лобановского который сказал что на гребень успеха выносит только того кто обладает колоссальной концентрации как душевных так и физических сил в момент наивысшего испытания повторить но я запомнил действительно должен быть готов к успеху конечно нет ты должен готов быть вот именно к этой концентрации если брать нас футболистов то соответственно для тебя наивысшее испытание это не только футбольный матч до который зажат определенными метрами зажат определенными временными рамками но еще в этой ситуации дима как раз как никто может подтвердить и у тебя еще и происходят кульминационные моменты ладно ты как центральный полузащитник за счет объема даже через ошибки все равно ты можешь отобрать мяч доставить это нападающим вот а нападающего самого по сути может быть один два три момента и вот эта кульминация в кульминации вот это гипертрофированная форма концентрации ответственности она как раз вот возлагается в большей степени игроков которые атакуют так вот лобановский когда это говорил я понимаю что действительно вот англия она в этом и проявляет в полноценный профессионализм не в том что ты хорошо жонглируешь ли быстрее всех бегаешь а в том что ты вот я тебя не тренеру никому то еще вот нет дела до того чем ты занимался до этого матча но чем ты будешь заниматься после как-то восстанавливалась там нет такое как прокачки ты едешь на матч ты боишься опоздать на установку потому что нужно приехать там знает за час сорок у меня был случай когда я опоздал на установку опоздал при приехала там через black wall tunnel это был такой клуб а чалтон он находился по другую сторону темзы на такой туннель который как правило блокируется там авария произошла все это на полдня можешь сказать не пересечешь темзу и вот я застрял ехал все по времени с определенным там гандикапом даже временами тут понимаю что я не успеваю и вот я помню прекрасно что я опаздываю на установку установка должна состояться там за час сорок приезжаешь соответственно там перекусил короткая установка десятиминутно кто где играет как когда ты атакуешь стандартное положение когда-то обороняешься с кем-то играешь все по сути дела нет такого что на сборы приехал нет такого что там соответственно накануне была установка там разобрали тебя по косточкам вот у тебя и так рефлексия тебя еще добили до в конец если ты еще тем более проиграл нет и я понимаю что я опаздываю помню набирая 2 там тренера и говорю так то и так то я опаздываю я еще даже не въехал в тоннеле еще по другую сторону реки меня спрашивают но ты вообще к мать что-то приедешь начало игру ну вроде как вот ситуация более-менее нормально понимаю что мы двигаемся машины не помню что ответил сказал что да я перезвоню вот когда пересекал этот тоннель я уже понимал только бы нормам по другую сторону я понял что я все же успевай к началу матча пиков вот ему набирая говорю все и как я успеваю он горит ну хорошо игру я составит и составе и вот я приезжаю я помню оставишь машину и и пробегаешь через все поле там так устроена что стоянкой ты со стоянки не можешь сразу в раздевалку попасть и нужно уже через три ума тоже народ сидит уже довольно соперник уже вышел не помню что ты нам играли вот и я забегаю в раздевалке в этот момент какая поднимаясь по ступенькам как раз открывается дверь раздевалки ребята пошли уже на поле с минусом за минусом меня как такового и я заскочил как я погалдел и даже не разминался массажист не успевал просто натянул тегетры трусы и выскочил к ребятам в общем не доверили местом причем даже неплохо сыграли на штрафовали меня есть не ошибаюсь на процентов на 50 и 75 зарплата оклада месячного по умолчанию но вот и мне вот это понравилось в том что возвращаясь опять таки к к англичанам и европейцам и вообще в принципе английскому футболу что тебе здесь тебя никогда не спросит чем-то занималась потому что индикатором твоей эффективности как мы говорим футболисты не про кипиа и про кпд коэффициент полезного действия все это определяет футбольное поле вот и все и поэтому кто-то там слушать музыку кто-то там растирается два часа кто-то там вообще как вот возвращаясь к тэри про его козявки то на самом деле он вообще в ус не дул я думал что вообще человек не думает о футбольном поле об игре являясь его капитаном и и наша команда капитаном и как только остается вот эти 10 секунд так называемый final countdown и помощник маурини говорит ten minutes to go nine minutes to go он постепенно начинает стягивать лена причем абсолютно абстрагировавшись от игры вот ближайшие минуты и он вот раздевается но когда вот кто был то нас на фабрич нужно подниматься но как правило там иногда на на поле приходится одну из тоннеля подниматься и вот я помню его взгляд он оборачивается ты видишь совершенно другие глаза он оборачивается посмотреть все ли ребята готовы кто кто с ним будет защищать цвета начался это понимаешь что человек вот переключился я всегда думал вот где-то днем кнопка на край да вот эта кнопка я ее сам на самом деле выработал благодаря возможно там вот этому воспитанию отцовскому не знаю но он всегда мне говорил что если ты выходишь то соответственно очень тяжело потому что нужно какие-то приключения время настройками мы ищем внешние факторы мотивации в ком-то или в чем-то они в себе самом и когда я понял что в англии нужно искать мотивацию только исключительно в себе самом находить какие-то вот эти скажем вожжи за которые ты сам себя можешь подергать а этом а вожжа в виде там не знаю там очень крупного контракта либо другая в виде там заполненного стадиона это ну работает в короткую не длинную и что тебе нужно дополнительные какие-то мотивашки как сейчас принято говорить вот искать а это соответственно чисто стыда рефлексии определенные после игры там недовольство самим собой потому что футбол же устроен через ошибки и да что-то великий яшин я всегда очень люблю эту историю когда он там тоже не спал и и беспокоился вставал там через валентину тимофеевну поскольку там был диван раскладной и он лежал у стены и он перескакивал через нее шел на кухню покурить там где-то коньячка пропустить рюмку другую и она постоянно там бурчала на него что у лёва там не спишь то а лёва говорит да вальта я жмаку там стенку подвинуть чуть левее там там выйти на переходе или наоборот там на ленточке оказаться вы же хорошо сыграли вы же вы игры нет валя я мог бы лучше ну а прямо сейчас небольшая рубрика которую мы называем сложный футбол от наших друзей и партнеров из компании винлайн футбольные и комментаторские термины простым языком судя по вашим комментариям вам нравится когда мы галты болтаем еще и без гости поэтому продолжим эту традицию и еще немножечко после расскажем про новую игру которая называется x50 это абсолютно новая история поэтому так мы подведем аккуратненько чуть позже это это интересно да но давай с этих терминами с терминами давай начинай премки о премки это говорят что основной заработок футболиста все любят их считать особенно те кто сидит на диване да это это такой мотивационный инструмент очень сильный и я тебе скажу что это основной заработок футболиста при правильном подходе потому что когда у тебя есть мотивация правильно как который как раз премии у тебя зарплата может быть небольшая а чтобы ты хотел до странно звучит каждый матч победить дополнительной мотивации те дают как раз эта история с приемками то есть у тебя зарплата 100 рублей а ты получишь 1000 если забьешь 10 гол да конечно нет 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 еще а именно за победу мы про командную мотивацию говорим время получает только при победе команды соответственно бывает разные системы бывает лесенка такая история когда у тебя каждый матч победный увеличивается на определенную сумму сборная есть прямки везде есть конечно везде обязательно я думаю да и даже не в футболе есть приемки интересная история про про примки была на 5 европы 2008 года после матча знаменитого с голландией там были обещаны премиальные естественно после случае результата хорошего и после победы конечно все были на эйфории в разделалке и виталий леонич тоже был на эмбарии и волос габулов что-то как раз в момент такого экстаза до начал скандировать мы скандируемся россия россия потом двойные двойные ну и далее сказал да а потом когда начал он скандировать тройные и ускорение не то есть все четко в интерес теперь понятно почему черчевцев постоянно габулов вызвал мне интересно всегда что значит такую работа в паре но уже понятно что это значит два человека работают на эти могу сказать что для комментатор это самые сложные нами потому что когда ты соло ну чё ты сидишь конечно это похоже немножко на шизофрении а потом я сидишь да в темной комнате если это в останкино происходит перед телевизором и бубни что-то туда в паре ну тоже может быть в останкино ну по крайней мере тоже какой-то диалог но это дико сложно потому что здесь важна совместимость имя да абсолютно и если она есть то репортаж получится хорошим если ее нет ты можешь испортить футбольный матч и я помню несколько примеров когда я сам видел как люди большие несовместимы и но на мой взгляд портит репортаж я тебе могу сказать когда это было было манчестерская дерби поставили на него юрий альбертовича розного и александр викторовича елагина елагин это чистый солист ему в паре очень тяжело работать я с ним работал как-то в ташкенте в паре но там надо действительно как-то подстраиваться ну а юрий альбертович не такой человек который будет подстраиваться и вот они как они как они устроили из этого манчестера ну прям вот дерби и это было очень тяжело слушать но мне казалось так а сам я попадал тоже когда я был молодой и вот только только шаги делал и вася уткин меня поставил однажды с лёхой андроновым комментировать и причем на что немецкий чемпионат не не это было это был матч с ска и я был вверху а лёха внизу около кромки ну как бы в такой расстановке обычно в ведущем вверху солидно да лёха ну он и тембром голоса всегда давит и еще он же такой же значимый дед аят салага и слышал внизу я вверху и у меня еще убил просто этим репортажем просто убил я восстанавливался очень долго мне рефлексия была потому что но я провалил репортаж он меня переиграл будучи игроком снизу хотя это командная работа но в тот получилось так что он меня так ушатал здесь может каждый на себя тебя да да если это у тебя одни не совпадает опять же если нет этой химии то опять же это сильно влияет на восприятие людей на матч и ну вот со временем я стал адаптироваться например что молодой ты приходишь с тобой вася уткин сидит тебя парализует но вот самые сильные пары потом уже опять со временем приходит ну как как в игре и мне повезло и с наиличем работать в паре комментировать и с розановым я очень горжусь некоторыми матчами с васей из кости геничем ну и в общем потом мы нашли химию с тем же рома трушечкина на евро можно это натренировать нет я думаю что это либо есть либо нет то есть так как ты можешь на тренировать знаешь какую-то подстройку например вот есть елагин и ты под него подстраиваешься это понимаешь что пусть 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 ты чуть там доиграешь немножечко этап на чистых мячах потом выйдешь и и и и дашь свою но вот химию мне кажется нет это абсолютно какая-то такая вещь которая ну наверное она просто есть ее точно нельзя на тренировать с приемками попроще ну вот работа в паре да а тут еще на всю страну звучишь понимаешь какая-то с терминами но более-менее разобрались парный футбол приемки вы теперь понимаете если вдруг были не в курсе теперь расскажем о новой игре x50 или или да будет да не ну давай ну да в двух словах расскажем кратко 50 миллионов рублей на кону вы можете запрестать 50 миллионов рублей в розыгрыш от компании венлайн чтобы ее не пропустить уже сейчас можно скачивать мобильное приложение регистрироваться там фишка то в чем венлайн совсем скоро объявит когда но мы должны с вами дождаться но ждать нужно прямо сейчас чтобы не быть ну где-то там посторонним чтобы быть как раз наоборот в авангарде как вы любите говорить и ждать возможность сыграть в x50 от компании венлайн и получить эту самую возможность выиграть 50 миллионов рублей скачать и зарегистрироваться там нехитрая комбинация ссылка в описании такое пропустить точно нельзя ну и сложный футбол уже в следующей серии обязательно присылайте кстати нам в комментарии какие бы вы хотели расшифровать термины из футбольной жизни для дмитрия евгеньевича для меня что-то из комментаторского ремесла в общем будем с вами общаться и так ну а прямо сейчас гость все разберем да у тебя был выбор футбол или нет ну я в хоккей играл диме рассказывал я же из сибири тоже и у нас соответственно у нас не все играют в хоккей ну да я даже занимался в моторе и первую грамоту получил как лучший нападающий индустриального района золотая шайба составе комнаты школьников гоняк слева справа в центре или все а я был атакующим играл как правило слева играл без амуниции вот у меня были даже не краги а варюшки если вот была ракушка вот щитки соответственно не касались 1 лука и потому что если бы он так как рассказывает играл детстве реально в хоккей то он наверное после футбола пошел бы тоже продолжать они в они в бег ну то есть это ним это не вяжется но движением но может быть я где-то преувеличиваю соглашу тогда мне казалось что хорошо игра но грамота того подтверждения а как то есть еще раз у тебя где были варежки у меня была каска скажу на ссср был написан или что нет обычно в которой ларионов играл помните такая но она потом пошли такие массивные он играл какой уэн грецкий почему говорю про хоккей очень много потому что первая книга у меня три было вот любимых первых стольных надо это уэн грецкий это мишель плотини и марадонна потом уже пошла там пошел дюма пошел там еще кто-то из таких ну из серьезных уже художественных писателя так сначала я про спорт все читала и он грецкий для меня это был конечно величайший хоккеист поэтому хоккеем я увлекался не меньшей степени реально ну брат у меня он играл больше он играл лучшим был помощнее он физиологически был предрасположен хоккей тогда как я все-таки наверно футбол пошел я мотор играть диска юношескую школу и меня как шваркнули ударили в борт я понял что наверное это не моя игра вот этот день был когда все поменялся ну да буквально неделю как характер перетерпеть ну наверное надо заниматься тем что что нравится я хоккей играл но не более того мне нравилось но он опять таки он шел как о фп в общем отец воспринимал это так все очень просто у него у него были две категории людей козлы бездарные и светлые головушки он так определял благо мы ко второй категории жене хотя на самом деле такой пограничный станет сказал что я где-то там посередине я третью категории все-таки изобрел но ему вот казалось так поэтому он называл себя козлом бездарным он играл левом нападающим команды мотор моторного завода где он был слесарем коленбальщиком а потом когда до родились двое сыновей сначала жене потом я он целенаправленно с нами начал заниматься ну просто в силу того чтобы безумно неистов любил футбол он постоянно с вами занимался да то есть очень много дал именно в плане он начальное воспитание он во-первых привил все-таки любовь к мячу изначально потому что вот меня всего в этом году такой юбилей со 40-летний ровно 40 лет назад я начал целенаправленно заниматься спортом что это не физкультура была с отцом над не проходила физкультура была в школе лыжи там как на перегонки эстафеты там совсем другое там целенаправленное выполнение тех заданий которые отец сам определял это как часто это был каждый день по два раза каждый день ну я занимался детской юношеской школе если было свободное время он безумно не не любил если у меня было свободное время то есть в разрез до школьного образования вместо уроков он лучше меня звал там на футбольное поле отрабатывать элементы другое дело что эти элементы не всегда мне пригождались потому что там он он что делал брал мечи там в рюкзак вот это из-под картошки потом соответственно когда он еще ездил на рыбалку туда рыбу складывал был рыбаком у меня просто контрабандистом эта часть то есть но он с неводом ходил там стерлить у нас осетр плавал в ванной большой которым поймал я случайно взял у нас там было там было прикрепленное к ванне и мыло уронил этот осетр погиб буквально на следующий утро 2 не убили нет нет не заставили больше тренироваться вот и поэтому он выходил с этими мечами вот из этого рюкзака вытаскивая просто взял и лупасил но не упасил просто бил в тебя а ты должен был обработать более того не просто обработать но еще с с разворотом чтобы чтобы начать атаку потому что его не устраивалось если ты мягко примешь мяч ему нужно было уже продолжение причем мячи попадали в самые неудобные там места кто-нибудь попадет еще он уже знал современные тенденции да да и он 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 на самом деле удивительного интуиции как подтверждение саша ерохин он он его мой папа саша ерохина выходца динамовская школа дошлифовал у меня как раз на полях в академии то есть отец там отметился на проходной тут же сиганул через забор проехал на троллейбусе номер два до 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 квартиры открыл дверь взял в мячи и скомандовал что нужно пробуждаться особенно когда-то во вторую смену учишься первая смена свободно вроде как собирался на тренировку на динамо стал да не надо у меня есть возможность тобой позаниматься эффективнее будет и вот я повторюсь вот те элементы которые он отрабатывал они мне в дальнейшем не сильно такая и и пригодились ну грубо говоря он всегда хотел чтобы мы играли на атаку я играл на атаку но получается как жизнь показала больше в обороне обороны он он не отрабатывал элементы отбора он не отрабатывал игра допустим головой я начал учиться уже потом позже и к венками научил как опять-таки по бразильской системе помню как и ралаш вратаря из тебе не получилось будем делать из себя бегу на по образе системы вот примерно то же самое тот поставил меня в оборону играть там с лучшим бомбардиром первой лиги как сейчас помню чернов такой был вот и все это да да в тольятти да и он блин ну хорошие футболисты я сел им на пятки и даже когда он не получал мяч нас на своей половине поля он возвращался на свою я даже туда следовал за ним ну к благов и функционального были хорошие хорошо это же калмыкия да это уже калмыкия да и поэтому он не не отрабатывал отец возвращаясь с него там длинные передачи то есть но он очень четко отработал с точки зрения мотивации стабильности за что у нас впоследствии уважался с братом за то что мы были стабильны я сейчас называю в чем наверно скорее проблема наших футболистов во фрагментарной для себя определил такую формулировку фрагментарная мотивация причем она не заключается только в том что сезон ты нестабилен даже зачастую даже на футбольном поле во время одного даже матча игрок может быть как ярким так и соответственно тусклым зачастую второе более свойственно игроку потому что он отыграл эпизод его не видно так не получается англия и не прощает а вот скажем раз как тут не пережать потому что мы много говорим с нашим другом андреем николичиным который тоже следит за тем что происходит сейчас детском спорте что ну вот родители и у тебя получается такое детство все футболе тебе надо стать футболистом другого варианта у тебя нет как сделать так ну как вот этого отца получилось так что тебе не расхотелось играть в футбол потому что у многих людей просто забирали детство уже хватит уже да но у нас ну во первых у нас не было выбора ну ты прав с одной стороны потому что если бы нам не нравилось то чем занимаемся наверное у нас психологически просто сломал но надломил никто никто не заставлял он заставлял тренироваться он заставлял то есть он уже с почему я в этом году юбилей буду отмечать для меня это четко я как помню я в школу пошел уже можно сказать там жонглира четко понимать чем я буду заниматься не учиться нет обучаться футболу просто школа это ну-ка это скажем участь любого ребенка которому исполнилось семь лет во время вне футбола да да это он же был там раньше были на комнате школьника вот у нас я повторюсь на было ком школьный огонек где он был тренером по совместительству ему вот эту бумажку написать о том что там алексей там играет в каком турнире это он каждую неделю мог ее писать соответственно все прекрасно понимали что я был увлечен но когда брат у меня стал футболистом начал ездить по загранкам как раньше говорили то все я там авторитетом стал таким что у меня сейчас до сих пор по моему фотографии хотя был самым там что ненависть троечником вот поэтому школьное образование но естественно там шло в разрез футбольному безусловно и отец это очень сильно любил повторять и потом он сделал просто он сформировал характер а так как была неистовая любовь к мячу потому что мы действительно безумно любили футбол брат у меня играл уже динамо москва и три-четыре часа разница с сибирью по маяку вот этот репортаж шел и он меня пробуждал среди ночи мама немного бурчала отчасти но все равно мирилась и он пробуждал меня среди ночи чтобы я с ним в зале у него там потому что он спал отдельно он полуночником был постоянно футбол у него хоккей был и я слушал это репортаж а в перерыве я помню вот возвращалась к себе в комнату брат уже уехал у меня с одной стороны сейчас на не улыбайтесь вот с одной стороны у меня был в динамовский флаг такой бело-голубой обрамлены там голубой это там сбор с литерой d а с левой стороны у меня была икона родители родители тогда и вот я сначала там посмотрю на динамовский флаг потом стану на колени потом попрошу вот всевышнего помочь команде динамо в частности моему родному брату выиграть этот матч и соответственно вот вот после перерыва возвращался к залу как к отцу но и такой довольны что я чувство долго выполнил во первых а проснулся во вторых все-таки по помолился за него в комнату заходил у нас было 2 2 кровати когда брат уехал кровать одну убрали полуторку я остался один король да 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 и вот эти я как сейчас помню с одной стороны динамовский флаг с другой стороны икона была такая поэтому отбить любовь вот через вот этими пинками отца в прямом смысле не даже не в переносном но было тяжело потому что мы действительно любили мяч и и поэтому опять таки возвращаясь к этой англии поскольку для меня это является таким но самым высоким уровнем во всем не только футболе не только в скоростных там командных действиях вообще просто к подходу я понял что не в нем не в технике дело не в чем-то в том как ты вот себя подводишь к так вот так матчу все а в этом заключается уже на мой взгляд профессионализм мы помним противоположную историю про установку когда станислав саламич за минуту опоздания димы торбинского на установку но просто во-первых не пустил его и просто вывел из состава да я не сгорели помнишь на расскажу а скажи вот что ну давай как ближе естественно придем калмыкия это совсем непонятная история кирсан лимжинов человек который общался инопланетянами как он сам говорит что вот что ты там нашел блин с кузнецкий это был такой романтичный футбол у нас называли сибирским спартаком у нас была определенно импровизация на футбольном поле ты мог побежать вперед назад я застал кстати на трибунах ну тогда это было так несерьезно мы ходили на солнце в омске на на иртыш на трибуны так чисто семечки полосгать ну и смотрю там заряде с кузнец какой-то сидишь такой шкет там что-то бегают что-то суетятся добро мускай движения совершаем у него установки были у васютина такие интересно здесь собрались там перекинулись передачками туда переместились так и таким образом дошли до ворот примерно так и все вот такой тренер на самом деле очень хорошие с точки зрения именно мне не как специалист в самой игре футбола но как организатор как вот у него такая чуйка была хорошая на футболистов и он с сибири собрал много футболистов и знаешь кто в линск-кузнецко играл очень много людей которые потом прославляли наш не только российский футбол там было кормильцев дзюбенко лучший футболист топор лемешка был динамо семёнов морев у нас тумилович играл в воротах ну то есть такая хорошая банда была веселая да но это все равно романтичный футбол я называю его и попав в уралан вот в состав который уже был сформирован тем более стоящий наполовину из украинцев с их подход подходом и вообще считаю что школа скажем яковенко раннего до раннего именно раннего потому что потом он изменился и мягче стал лояльней но на нас он действительно эксперименты делал вот и я считаю что это гипертрофир на форма вот то есть система лобановского в гипертрофирной интерпретации яковенко что такое но если объяснить простыми за но если тебе сейчас рассказать про недельный цикл ты мне не поверишь я читал я даже книги написал потом с ребятами посоветовался чтобы они почитались и может быть у меня такое восприятие острое было мне сказали что я даже где-то недооценил то есть где-то приуменьшил используя эфемизм но у нас допустим 60 по 100 было представляешь причем это ускорение то есть ты встаешь на за воротами на линию и бежишь раз пробежала развернулся 2 пробежал так 30 раз 5 минут отдыха еще 30 раз у нас день тренировки а это калмыкия это реальная жара 40 градусов да поэтому я говорю что это гипертрофир на его там форма лобановская неверия невероятные просто нагрузки невероятные причем на фоне жары вот и поэтому у меня был случай когда травмировался я очень сильно его боялся и боялся потерять место в составе и она дорвала заднюю у меня до сих пор там такая ритвенная часть просто разорвалось волокон мощных я не сказал доктору тем более уж главным тренеру дабы не попали не по нему не потерять место в составе я с болью помню со слезами тренировался несколько недель пока сама травма сама мышцами зарубцевалась даже невозможно это возможно дим я могу даже сейчас продемонстрировать что она у меня есть это яма вот я думал то что со мной это не случайно когда ты трогаешься мне чувствуешь что понимаешь да это действительно так и было то есть вот до этого доходило и поэтому когда я попал туда я понял что но это совершенно другая планета восприятия футбола она до повторюсь наверно неправильно и честно говоря долгое время нельзя выдержать в таком режиме но то как быстро мне получилось адаптироваться футболу к такому профессионально вот это вот для меня футбол в моей там парадигме карьерной он начался с футбола в урлани когда он знаете какую установку давал крайнего полузащитника меня я помню там фишечки все это он говорит так крайний полузащитник показывает ворота свои здесь подач нет здесь подачи ну да ну здесь соответственно у тебя ты должен подавать здесь не давать подавать и все да и тебе все понятно а уралан значит что уралан в липецке по сути футбол закончил я сам оттуда я прям помню очень хорошо это ажиотаж 97 года когда уралан вышел липецк не вышел 2 2 стал потом пошла смена тренеров у нас владимир григорьевич федотов приехал а тогда 97 я помню были приедет лимжинов или не приедет потому что он был какой-то мифической фигурой и когда он вроде бы приехал но я не видел и говорили на то что он на лимузине приехал 97 липецк это было вообще ну то есть чак просто вот ну гагарин расскажи про дала на лимузине на лимузине мы даже серёга кормильцы представляете по этим калмыцким дорогам причем по бездорожью брал этот лимузин соседнего отеля куда приезжала команда соперника башлял набирал ребят половиной команды мы ехали на какое-нибудь озеро рыбачили это лимузин поэтому это нормально лимузины там стояли если не везде в особых местах спокойно можно было найти ну вот уехать особо туда из города некуда было ну вот уезжали как раз по этим по ухабам мне кажется бедный вот это днище этого лимузина что он за человек такой ну действительно удивительная же история и шахматы и инопланетяне и миллиарды далай-лама и какие-то там охранники мы не соприкасались сильно с ним вот что могу сказать я видел этот шахматную партию незаконченную когда он нас пригласил когда мы выиграли спартак у юра аксёнова игрока у ролана был день рождения мы запланировали его праздновать после спартака и поехали туда он к нам вот единственно нас приехал поблагодарил после чего там сделал нас почетными гражданами калмыкия двух игроков один отразил андрей саморок в пенальти отразил егор по-моему титов не забил другой мы кстати этот гол сообразили с кормильцем саша игнатьев он забил голым и вот ордена дал там калмыкия гудела недовольно было гудела недовольством от того что там всю жизнь кто-то работает честно ты получает этот орден это не получает как правило а здесь стоило выиграть спартак вот пожалуйста на герои но он был он был хан он был главный и естественно указ это все мы с ним так часто не пересекались он больше любил там шахматы мы пересекались с людьми с калмыками обычными сейчас метро встречаю там им очень приятно что они до сих пор сравнительные характеристики 97 уралана с 98 то есть уралан который в первой лиге было вышел вышку либо это тот уралан который закрепился более того хорошо сыграл вот при ишевченко сикаренко ли шевченко и они живут этим временем они любят его я помню на деревьях там сидели на холме когда не было трибун за за воротами вот такая история бум был культ футбола естественно ты в их глазах там сердцах на до сих пор остаешься неким героем это очень классное время я не говорю там про воду про какие-то коммуникационные но вещи такие связаны мы жили в гостинице у меня жена была беременна я ее прятал гостиницы хотят сильно об этом знали потому что были кондиционеры у каждого была квартира но мало кто там жил ну потому что нельзя было нельзя было с ней жить тем более был же карантин накануне игры мы все съезжались в отель вот то же самое что я сейчас не знаю там в баковку привезу жену и будут с ней жить ты же мог оказаться не только в локомотиве да и цска и торпеда торпеда прошел медкомиссию даже а это нет это позже получается после урала на прям в очередь выстрелись да мне понравилось но дело в том что я в сборную попал из уралана и сейчас станислав саламыч очень любит приводить пример связаны со мной что вот тогда даже в конце 90-х приезжали игроки в сборную из таких команд скажем провинциальных вот это сейчас и он показывает что неважно где игрок играет соответствует он классу сборной ли это ему нравится этот пример хотя тогда действительно это было крайне редко потому что на исполнении состава помните особенно прибывшийся который меня пригласил там игроки были действительно топ уровне там мостовой колыванов кириков все они играли за границей карпин хайрин ну то есть кого не перечислить никифоров и тут из первой лиги и туда из первой лиги только только не опережишься еще раз тебя приглашают сборную поэтому когда-то естественно заиграл в конце сезона вот этого девяносто восьмого года то было три клуба которые действительно хотели увидеть чем локомотив понравился до циска торпеда циска и не спартак торпеда циска и локомотив циска я встретился с с ребятами не помню как их обололи как те которые раньше отвечали за клуб вот до прихода гиннера я не встретился с долматом он сам по каким-то причинам не захотел встречать или не смог в торпеда я встретил с алёшином в лужниках но тоже а здесь я был в медведкова было у брата и тут раздается звонок сюрприз такой в дверь брат организовал и приезжает на пороге там пол 11 вечера приезжает юрий павлович семян ну и все и судьба моя была решена так что он тебя взял за швейшую а я был там просто в москве он это знал он там через жень уже не узнал поскольку его сын андрей они вместе служили ну как служили месяц провели в части с андреем семеном поэтому присягу принимали я такого крупненького безволосого брата никогда не видел он там на каше отъелся и андрей там же был с ним вот поэтому наверно через него это произошло такого коммуникации он приехал сказал что я хочу тебя видеть составе главный тренер скажи подожди ну то есть открываешь сайт семен хорошо проходить или но это во-первых брат я же у него был на птичьих паровах там я просто дамы как раз на кухне это и был потому что одна комната квартира вот мы сели на кухне и он сказал что я бы хотел быть видите в составе там локоматик принес с собой там тортик какой нет 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 . вина . вина мы уже позже распевали когда я уже в бордо играл а тогда я вообще не пригублял первый раз вообще в вино я попробовал в бордо да 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 это его предложил мне главный тренер команды или просто это еще буднично было прямо пришел юрий паскал все позже для него возможно для меня конечно нет просто он был такой яркий всегда в выражениях я не помню ничего такого не было но своего само появление главного тренера локомотива сыграл угловинствующую роль еще спросил квартиру дадить жить негде я только женился и у меня ребенок родился забирай он говорит да конечно но понятное дело что это железная дорога и мы там все там шестером что ли поселились в этом доме переехав когда у его достроили это как раз черевченко игорь черевченко это другого по-моему это здесь когда на черевченко игорь да раз так разговор пошел сейчас мы добавим чуть-чуть огня а можно чего-нибудь такое ну папа папа это по более выражение вот вот как раз мне обещали кстати красный вот как раз это сейчас императорские золотые игры из уезда дзингу очень мощно я просто ждал пока вот невозможно остановить алексей геннадьевич просто я при этом не очень люблю вспоминать такие футбольные истории почему но я живу сейчас немного другими категориями футбол это это хорошее интересное но его использую скорее вот особенно там сколково где преподаю как инструментарий то есть по сути дела через метафоры ты доводишь информацию перекидываю вот эти мостики с футбольного поля на бизнесовую плоскость вот некий как инструменты используют как игру команда образования цели полагания мотивация что еще это почему не вспомнить там это нормально нормально просто сейчас вы не задаете вопрос и мне приходится копаться в памяти они не не часто возвращаясь и даже честно говоря не то чтобы я привираю но я не помню точно как это было у нас у нас же такой ламповый разговор такая история кухонная поэтому давай вернемся к украине потому что романцев когда бы он прям так очень тяжело все это вспомнил вспоминал вот и для него это было конечно колоссальное потрясение вот ну то есть при том что такая огромная карьера один конкретный вечер вот он сидел на твоем месте и он так глубоко до сих пор да более того на части я слышал через посредников через общих знакомых что он сильно был на меня обижен за то что все-таки с меня начался вот этот ужас который до сих пор он не может забыть я это все уже пережил хотя переживал не меньше степени а то и в большее потому что вот эту ответственность за гол за результаты я изначально разделял с филимонов не в меньшей степени а почему это 100 километров до ворот бровка ну как бы ну это было вот мои действия они но я же помню вот этот знаете когда ко мне в номер за залез бабу и на шестом этаже в юар я помню каждый свой шаг у меня перед на сетчатке глаза все осталось как он ел этот ммдм сразу но это был самец на меня в ночью мне залезли два подростка самка потом он потом я ушел на конференцию 23 февраля было и я помню пробежался причем такая история деликатная что я налил себе ванну разделся 5 час окно солнце светит дети еще играет у меня уже опыт был встречи с ними когда в постели лежал то мне нужно было пробуждаться из-за буквально за час до пробуждения ко мне залезли бабу и не я с ним был знаком тогда был чемпионат мира в юар я был послом заявочного комитета я поехал сан-сити на это он и был но если бы я просто скомканно но но очень алекс квинтэссенса всего этого потому что эта история когда я ну такого животного дикого страха как тогда я не испытывал никогда я где-то мне казалось лавировал между жизнью и смертью под и поэтому в сетчатка глаза моя она зафиксировал абсолютно все движения даже бубуина не говоря уже про свои когда они сначала залезли начали бегать как сумасшедшие по комнате два подростка потом самка залезла достала из холодильника все что хотела они я как мебель был для них вот я лежал уже подъявлен не шевелился да да ну просто наблюдал потом когда они все сбежали потому что почувствовали что идет самец хозяина он припозднился вот он залез ко мне в номер походил недовольны между бутылками уже там этими шоколадками съеденными упаковками то он развернулся и ушел я закрыл быстро все это за загрузил обратно в холодильник причем когда уезжал заплатил там что-то долларов 60 что ли они раскидали они раскидали но они не верили они съели но вся эта фигня была по сравнению с тем что произошло позже буквально когда правда конференция закончилась и я пошел пробежался вернее 23 февраля как сейчас помню я взял этот телефон разделся и сейчас деликатный момент я разделся до гола налил в воду в ванну если бы там не не скажем поздравление с 23 февраля 20 10 года ну вот то я бы ушел бы не знаю что потом было бы вот застал бы его ли нет но я стою смотрю и как футболист с периферическим зрением понимаю что кто-то залезает окно открыто повторюсь солнце только заходит солнце день а там такие выступы небольшие он они берут из моего окна было возле этого выступа поэтому им было легко шаг сделать это уже на подоконнике и вот аккуратненько раздвигается эти шторки и залезает вот этот бабуин почему-то мне кажется что это именно он он хоть и захотел просто восстановить статус-кво и вот представляете вот отнимая сцена обычную номеру тебя здесь окно здесь телевизор здесь кровать я стою абсолютно голый кладу телефон жалко что его положила как сейчас помню была книжка samsung так бы хоть мало-мальски я мог бы заснять и вот я вот и он он залезает и идет на меня и между нами представляете ну где-то метра два не больше я думаю все трындец или изнасилует или загрызет думаю лучше первое он не говорит а я никому не расскажу честно говоря в тот момент я не об этом думал это я в тот момент я думал как бы спастись и вот представляете насколько в шахматах продумал пути отхода да и что знаешь я сделал я не пошли не стал пятница я сделал ему шаг навстречу потому что постель вот нужны были как мне казалось плавные движения и запрыгивать на кровать я подумал что я его разозлю а кровать она на я был посередине и мне нужно было подойти к краю чтобы краю подойти нужно было ему я делаю как раз к нему шаг навстречу и ухожу влево для того чтобы ему дать возможность пройти к к этому холодильнику вот отойдя влево я сел тут же закрыл закрылся потому что там не только был страх там еще определенный стыд потому что да я увидела естественно прикрылся как стенку стал знаете как в том случае когда бьет игрок думаешь только не в меня вот и он там в принглс поел немножко так взял эту банку и пошел вышел с ней там на подоконник забрался там еще остался папа похрустел похрустел и ушел я тут же слайдовые такие окна я закрыл их и тут же вот эти два подростка подлетает вот один начинает есть вот эти остатки которые чайки да а второй прям нагло передо мной пытается вот эту раздвинуть вот эти окна я думаю на наглеца а сам такого же покурил сторонки думаю щекол так ладно я закрыл все нормально думаю о безопасности вот как бы такая история была а почему я говорю сейчас мы я пытаемся понять где параллель запечатлел вот он мостик то потому что в тот эпизод когда это возвращаясь к украине я прекрасно помню свое состояние помню почему и виню себя винил по крайней мере но сейчас возможно тоже хотя прошло очень много времени что я мог просто сплассироваться рядышком был валера карпин было бровка и мизин он получал мяч в пол оборотов даже спиной ко мне я просто на полном ходу в это вот уже в этой эйфории понимая что не уж то мы это сделали это свершится на вот я врезаю с ним хотя в принципе мог бы вряд ли ты на семье с восьмой минуте думал осознавал от этого час свершу играть было 15 минут конечно но во первых и там тот же валер карпин тут же отреагировал горит и чего врезаешься тут я такой еще про себя подумал сколько раз я взбивал сколько еще с объем но осознавая просто дистанции что мне ничего нет вообще таких фолов мне кажется сотни бывает нет да конечно но дело в том что все же определяют последствия последствия самые печальные я помню я не был штрафной я видел эту траекторию уже был уверен что как раз саша поймает мяч вот и уже думал о том как какая какое развитие атаки будет туда же мерзнула мысль о том что мяч завис у него руки соответственно он выйдет вот и поэтому для меня это очень сильно болезненный момент я помню что вечером даже уже ближе к ночи не знаю там по моему позвонил юрий палыч сказал что такое состояние не могу будет конечно ты как бы два дня тебе даю выходных то есть мы на следующий день должны были встречаться уже приехать на тренировке он мне дал два дня отдохнуть каким-то каким-то образом нужно было прийти в себя вот ну вот это замечание карпина я помню и помню состояние филимонова до этого потому что действительно все вспоминают карпина лучшего игрока того цикла все вспоминают панова забившего голы все спамят илью заболаря который грамотно очень назад отдал хотя не всегда играл и вышел тогда на замену но мало кто вспоминает в хорошем смысле филимонова потому что если бы не он мы бы не дошли бы да вот сама ситуация да по гея бы не дошла потому что что он делал с украины с украины с францией да тоже вытаскиваю ваташ нишам виль торт пробил он отразил я просто был защитником видел все это непосредственно непосредственно близости мало кто вспоминает потому что как бы вратарь хорошо не играл тучи сватарская стоит пустить пенку и все и вся твоя игра на смарку ну плюс мы не ценим незаметных героев когда всегда до доброда все кто яркие то они всегда на виду и всегда оценивать переключимся на хорошую историю вот я не знал про эту татуировку которую ты сделал в борду в москве который потом оказался пожалуйста расскажи кстати забил и татуировку и у меня сейчас там шестерка мейджер со временем отмеченных причем не лучшие времена там ну что я после шестерки вот я закольцевал получил вот эту шестеренку 6 мейджеров топовых марафонов я за 6 лет их одолел пробежал бостон нью-йорк чикаго лондон токио берлин берлин на на вот и подумал почему мне не отразить и не закрасить опять последствия была звездной болезни скорее даже там что милирование делать будучи игроком не просто как тебя развели что это кельтский узор до 1 а во вторых мне развели что это стирается оказывается надо мной пошутили я был уверен я там true true месяц проходит два месяца проходит но это уже было там в бордо азов борту я приехал на медосмотр а у меня еще там была такая сукровица добивать нужно было я с пакетиком приехал на медосмотр на медосмотр какой-то сумасшедший помню этот момент такой неприятный стеснялся но сделал я ее в москве уже в 2000 году когда стал лучшим игроком у нас начало вот это второй сезон мой в москве в локомотиве и здесь меня немножко повело с точки зрения вот именно восприятия действительности я немного даже оторвался вот от тех реалий в чем-то выражалось вот выражалось просто в значимости восприятие своей значимости не только в команде вообще в российском футболе хотя мне было уже 24 года и я очень рад что со мной это произошло потому что такой знаете знака для меня я быстро отряхнулся и пошел дальше после этой звездной болезни и тому были знаки мы играли с анжей рахимич тогда за них играл и мне кто-то из игроков локомотива своих коллег там бросает мяч и одним касанием ухожу от него и он не цепляет причем откровенно цепляет если бы он меня зацепил так там год назад когда я пришел из уралана но я бы встал отряхнулся бы и все и пошел бы там атаковать дальше здесь меня лучшего футболиста кто там тронул там выходе с первого дивизиона я беру ему просто уже там он тоже спотыкается можете увидеть сюжет я и убью по ногам сзади заварушка меня удаляет максимальное количество игр 5 на пятую игру приходится финал кубка с цска на динамо я пропуская месяц тренируюсь без практики не сильно радуюсь победе локомотива хотя тоже был причастен финале не играю потому что вот это желание быть востребованным и приносить пользу она у меня тоже был такой сильный прям выраженная отец научил и все и потом следующая игра но я выхожу на самом составе мы играем в локомотиве это мяч какой-то послал вам то ли сиником его манере знаешь как бы вот такой бумерал удобно удобно вроде бы мяч летел ворота но вообще в принципе уходил на это не помню кто давал но помню что я как сумасшедший за ним понес и начал делать под подкат ну вот но левая нога врезалась в газон и у меня вывернула ногу вот что привело к продаже из локомотива когда клуб бордо интересовался но всеми не хотел не отпускать а как он что-то говорил нет ведь гора хотел он говорил накануне перед началом в португалии были сбора и он вызвал меня между тренировками сон часто тогда помню прекрасный сказал что да ты востребован тебе тобой интересуется бордо но мы тебя не хотим отпускать у нас еще кубок кубков тогда локомотив участник кубок кубков и мы будем играть и ты нам нужно я как бы не помышлял мне это польстило естественно что мной интересуется не думал что я прям так рано уйду туда и помню этот момент у меня не было агента и вот сейчас представлять вот это все спроецируйте на современную там футбольную жизнь мне тогда была зарплата такая невысокая стал лучшим футболистом 7000 у меня было долларов зарплат ну а вот самый высокооплачиваемый кто там в то время я не знаю что сравнить но мне он сделал мне он сделал потом сказал я мы посоветовались ты хорошо отыграл сезон я даже не помышлял мне нравилось играть и все чего еще нужно квартира есть квартиру мне уже дали дали даже гараж купили как-то особо подчеркнули ценности другие это машин негде было стоять там было рядом гараж я подошел слушайте мне негде стать мне так смело отвечает я приехал в однокомнатную поселился в свибло у брата чтобы рядышком жить у меня ребенок перепутал ночь с днем с женой приехал с мамой в одной комнате все это ютились когда потом спустя месяц с незасыпом пришел на тренировку сказал юрий палыч не могу жить в однокомнатной квартире мне неудобно было клуб платила дурак что ли конечно бери больше квартиру все клуб оплачет оплатит и то же самое примерно было из зарплаты они взяли просто с филатовым тогда с президентом локомотива взяли увеличили мне зарплату и гараж в два раза и гараж купили без требований да но вот я сейчас просто мужа бордо да да и и я получил травму у меня там был министр в итоге меня продали пока я был востребован в бордо травмирована травмирована и статуировка не доделаны как вскрылась мы начали со татуировки да кельтский рисунок кельтский кресло понимаешь бабуины перешел на мизина вот издалека то есть комбинация как долго это как гурдиолы дастся вот я попадаю в бордо прохожу медосмотр первая какая-то такая контрольная игра я понимаю что ты принимаешь мяч даже даже в полуоборота и уже начинаешь думать продолжить уже вернее так поздно как впоследствии пока стало ясно что думать нужно принимать решение до принятия мяча особенно английская премьер-лиго учит этому а тогда я просто принял как он как привык а привык локомотиве здесь раз накрыли обученные футболисты пошла контратака вот второй раз накрыли я думаю что не то футбол какой-то другой подумал я почему так быстро и почему так вязкой получивались россии почему так атлетично я такой думаю нифига себе этих блин лучших футболистов россии пруд пруди здесь а прошло то несколько месяцев буквально вот после того эпизода с рахимичем после от моей травмы после этой татуировки и все я попадаю и ты понимаешь что здесь нужно трудиться здесь нужно адаптироваться и как можно быстрее вот принимать решение и вот этот как бы знак на мой взгляд не случись со мной вот эта травма не случись наверно вот это пускай такой легкий налет звездной болезни да я думаю что я бы не перешел бы вот на другой уровень это стечение обстоятельств я это принял как знак а ты помнишь а ты свой помнишь вот этот переход на другой уровень когда ты стал уже но действительно супер звездой у меня не было таких знаков как-то нет такой один момент да нету как у меня все быстро быстро все быстро закончилось спартак сборная ну да и обратно и нос на да у меня то я то поколесил по первой лиге я шесть с половиной лет играл 6-6 лет и играл в первой лиге сначала в динам барнаул два года буферная зона потом ленинск кузнецкая заря три с половиной года потом недавно смотрел в видео обзор там шедевра алексей геннадий со штрафного 40 метров можешь представить чтобы опорный полузащитник который каким мы его знаем забил пушкой то я помню первый гол за челси на предсезонке это тоже уляешь комментировал даже этот матч и я там до седьмом небе ну конечно сейчас услышите информацию от первоисточника ну чтобы сейчас развею все эти фантазии болельщиков футбола оба и того эти гола это от безысходность но вы сейчас не смейтесь но реально первое это мы играли со сморалом по моему 7 1 их выиграли и я не знал я если бы вот эта хроника показала бы сначала потому что я сразу дернулся к мячу второй раз дернулся и не знал с кем оббиться все убежали туда я думаю дай-ка фигану в сторону ворот вот так ровно было ну я конечно смотрел вожди разрешение там вот я просто ударил 100 40 ворот касательно гола за челси в америке да против селтика там тоже я не увидел продолжение то есть как брат двинулся мячом второй раз и и не вижу продолжение думаю дай-ка но от от нечего делать что ли от безысходности ударе створ вот ровно так главное изначально главное не обрезать изначально не было намерений прям выходить на удар не на ударную позицию наносить удар нет у меня было желание продолжить но в силу наверно ограниченного интеллекта не я не титов и не не кормильцев вот и я не увидел такого тонкого продолжения не видел своих партнера думать дай-ка тогда пробить причем не самые сильные ноги с левой просто мяч еще так хорошо лег на угол и удивительный зачем во франции футболисты блеют ноги не знаю я стеснялся дюгари спросить но они откровенно это делают там же никто ничего не скрывал как что мажут гелем все что постоянно ну просто дюгари он был самый весельчак бордо получается да и он был самым звездным футболистом он приехал из барселоны вернувшись до этого он был в милане играл то есть это это звезда не только местного разлива мирового другое дело что он свой потенциал может не настолько сильно раскрыл как скажем мог бы и все его ассоциировали с дружбой зидану потому что он под свое крыло как местный футболист зизу взял под свой крыло когда тот играл до в бордо у них вот это тесная дружба общение она была со времен как раз еще игры их в бордо и там он конечно был звездой и отчасти воскомерия в нем было ну когда он взял бокал вина со стола руководства я понял что это было искренне предложение главного тренера выпить бокальчик со стейком я-то думал что это провокация первая мысль представляете только приехал мне даже не нужно было изучать французский язык чтобы понять что блин да он меня провоцирует а я смотрю как они выпивают вино вообще при футболистах выпивать вино уже как-то будет он выражаясь французским языком но тут он еще тебе предлагает естественно я отказался потом подходит дюгари бокал налил себе другой налил и думаю ну а я что и значит это работает действительно но эта история они абсолютно нормальные ну вот как я понял что опять-таки тебе никто не контролирует там ребята уходили в бар но не при сих же курить брали сигаретку кофейку не обязательно нужно было там как наши там за автобус прятаться и курить и и такое тоже думаю да что ж такое либо момент с ним с или бобом нашим главным тренером когда ты его называешь на ты я не привык я привык субординация сейчас когда в чем в этом учился всколково выступаю я всегда год сравнительные характеристики командообразования предоставляя потому что у многих бизнес за рубежом они формируют психология ментальность другая и на этом вот а тут ты как таковой год дружбы не испытываешь там особенно в англии и нет как таково тебе не обязательно там здороваться за руку ты можешь по-английски уйти важно прийти вовремя как я уже говорил да и важно показать на что ты способен течение 90 минут все остальное семья не знаешь кто с кем живет не знаешь номеров телефонов ничего не знаешь даже по имени это половина команды не помнишь как и не нужно еще возвращаясь да ты приходишь у тебя бреют ноги прямо перед игрой это это как нет перед игрой нет после тренировки заходишь души они что нет но дюгари что делал были эти умывальники он закидывал ногу помывальник намыливал ее и брел ну то есть так вот но это не самое подходишь хочешь для меня друга есть 40 я подумал что это фишка и французский футболе у тебя в марселе же не было такого нет да зима крема гели да но что кто-то брел для меня не было шоком для меня на удивление было как раз субординации отсутствие он и с главным тренером когда это не касалось делом собой игры или установки вот это для меня это было большим скажем потрясением когда тренера называет на ты по имени представлять как вот это называет юрий павлович юр юр дай мне там передает там не знаю бокал вина передай ну или там валерий георгиевич газа его там сказать валер 4 но говно и предлагаешь а там реально вот именно я нисколько не преувеличивает анальность в голосе там реально можно было так там действительно скабрезность какую-то можно было сказать причем не только ему франция для меня почему французский язык как русский там есть ты вы в английском нет и он ходит сам здоровый с тобой ты там не знают а бутсы чуть чистишь там надеваешь он сам даже не встаешь там ребята там поздоровались на второй круг может подойти там поздороваться забыв что за уже это происходило вот и ты с ним разгаду как только касается дело установки на матч допустим или там что мы делаем да на тренировке вот эта субординация между главным тренером и игроками она увеличивается игроки вот некая такая гармошка они это чувствуют вот а у нас это мне это был непривычно я думаю что углом 3 никто не теряет это ощущение да в том то и дело что никто не теряет это ощущение и ты ты понимаешь вот сейчас ты мой коллега мы с тобой чай пьем да ты ты в главный тренер я там тебе там ну подножку могу с постоль по поставить нам посмеяться какую-то мне за шутку скабрезно сказать это нормально и он в твой адрес тоже как это было и снова время в том числе но как только касается дела самой работы действовать опять-таки возвращаясь к словам великого лобановского на то есть как бы кульминации это момент на и высшее испытание то все он для тебя главный тренер и вот это всегда как будто эта гармошка она всегда работает там причем это не не говорится заранее никто это не поясняет правильно нет 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 то есть ты это знаешь как настройки по умолчанию ну да но ты подстраиваешься потому что грубо говоря ты купил там за андроида перешел на apple на и ты уже начинаешь адаптировать тебе же нужно пользоваться этим аппаратом причем эффективно и ты просто встраиваешься в эти схемы ну вот и все не строился схемы как за пределами футбольного поля так и на футбольном поле все ну то есть там же мульти мультинациональная команда была да в этом вся прелесть том что мне обращают на каком-то языке говоришь учился вообще если брать вот стол обеденный в день матча то есть там время что он хотел это и у него не получилось максимум там не за два часа собирал нас а за три с половиной нас нас инфо брич он вообще накануне хотел собирать нас гостиниц английские традиции а не иные да да английские нас собирали лигу чемпионов мы собирались накануне это единственное там вот единственное соревнование помыли сейчас собираются все в отеле за день где мало в англии нет перед игрой ну не знаю может быть сейчас я мне 4 4 клуба было ни в одном не собирались точно знаю что юнайте собираются в лоре там до игры и чемпионат чемпионат нет по моему нет лига чемпион лига чемпион до лига чемпион да но он хотел чемпионат и мы сказали что ну что это невозможно и максимум начал собирать на за три с половиной часа то есть мы обедали прямо на на за на стадионе сэмфа брич вот и заходишь и ты понимаешь что ты вообще ничего не понимаешь диетологии потому что тут клубника допустим тот же мы не знаю тот же микеле или молочко с клубника ел сахара добавив вот сидит петя чех ну вот он есть стейк с кровью например про это и ты думаешь где это диетология вспоминаешь там времена там сборная помню по-моему газаев что-ли при газаевые там помидоры запрещали есть там застал до полночь там по-моему почему а не знаю почему так вроде как они пользу ощелачивают там это окисляет но это это как раз это как раз от челси только но это отдельно отдельная история а чем кормят на яхте у романа аркадьча маргарита клубничный поэт расскажи эту историю когда мы общались но время ну да и сама аркадьча но это же мы даже не знаем тембру его голоса ну у него очень тихий бар бар действительно где был дважды первый раз после матча мы его проиграли по моим с испанцами первый матч а второй раз уже когда приехал разговаривать с маурини это было днем у меня специальная машина привезла мы с ним разговаривали на французском языке в кабинете на яхте с жозе жозе французском он знает французский не ну не так хорошо вот но узнает я помню его слова что 25 человек ты хорошо себя проявил в портсмуте за сбору несмотря на непривычную для тебя позицию вот я вижу поэтому я тебя не гарантируем из составе нас 20 25 человек но я бы хотел бы тебя видеть в обои все я понял сразу что надо возвращаться в челси это был второй случай первое это было вечером и почему замаром про про маргариту заговорил потому что действительно там белые белоснежные дивана были я сейчас не помню кстати при уроне ли я поразлил то ли жена разлила она говорит что она мне кажется думаю что это я был так и просили диван я два дважды причем я там прикрыл я не сказала там белоснежные диваны на там официанты приносят она по-моему не помню но я не стал ее сдавать из и признаться неудобно я еще тогда мысль закрылась все блин в челси не вернула если ты не умеешь маргариту держать рука как ты будешь мяч держать так вообще очень интересное было общение я очень крайне редко более того умышленно сторонился потому что вот эта аффилированность она мне не нужна была и очень приятно было слова в маурине когда он так публично сказал что смерть хороший футболист попал ну просто он играет здесь потому что он тут по праву какая-то такая фраза была когда еще как выходил в основе играл постоянно касательно абрамовича он очень на позицию у них такой паритет был изначально по умолчанию скорее всего потому что он приходил раздевалку всех поздравлял садился и пропитывал свою атмосферу которая царила атмосфера действительно была такая праздничная челси постоянно выигрывал но не более того его воспринимали не как хозяина его воспринимали просто как человек который к тому которому принадлежит клуб но без подобострастия понимать потому что для футболистов прежде всего я с этим столкнулся в сделал здесь уже в российских клубах когда даже не 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 акционеры не хозяева просто менеджеры до заступив на на должность на операционку чем они занимались там под разбухали чуть-чуть да да и считали что это их что мы что я выиграл или выиграла понимаешь а он нет в не в глазах так не читалось ему просто это была начальная стадия вот этой любви к футболу и он действительно столько было радовался победе и никак не проявлял себя как частичку даже не частичку а значимую фигуру в это я уже как элемент элемент большой команды и ребята воспринимали абсолютно то есть вот аппетит был но уж точно лизоблюдство не было а что его интересовало вот когда вы на яхте встретились что интересно абрамовичу не нужно было интереса как он как возле николаев гвалицкий он также в нюансы хочет вникать он интересовался вот в раздевалке спрашивая меня о перипетиях матча потому что я был он был на под одним углом видела я как действующее лицо по другим естественно другой плоскости и вот только вот такие нюансы интересовали не помню грубо говорят почему там так сыграли почему разыграли штрафной там они пробили поворотом ну примерно вот такие то есть ему хотелось из первых уст узнать мнение не более того то есть там а что я не спрашивал там про или ступ ранения не пробурнал нет единственное вот я помню мы в балчик приехали помню с лучкой дотери вышел в одних сланцах и пошел на красную площадь в холодную когда ли вы чемпионов да мы играли лигу чемпионов сска и мы вот и через мост вот пошли на красную площадь от балчика он пошел вроде как куркиным на босу ногу и вот мы поехали на тренировку я помню что в обраме сел в автобус камни подсел ко мне и сказал что вот я через национальную академию футбола стелю поля по всей стране твоя там задача хотела бы поселить и в твоем регионе в городе твоя задача договориться с руководством о месте а как выяснилось последствий местах потому что он с барского плеча предоставил аж два по искусственное поле на одном из которых я создал академию свою собственного я там бюджет сначала сам финансировал там платил зарплату тренером потом когда мы вошли в бюджет уже краевую школу начинаем начала процветать так вот единственный момент когда он подсел я очень сильно благодарен и так хорошо и легко получилось был евдокимов такой помните да да он ушел из жизни попал в аварию тогда он я прошу пришел а там такой пропускной билет был через бильярд и водку я приехал кстати оттуда он отправился на смерть с этой базы он отправился на смерть так вот мы с ним сидели и он говорит да лёш на в чем дело конечно езжай выбираю любое место которое тебе хочется даже до бильярда было это было до бильярда женя мой близкий друг пришлось ему даже уступить одну партию он по-моему три играли выиграл у него конечно не сухим счетом 21 ну что мой друг и женя он очень хорошо играл бильярд а вот к откуда ну вот забил в лузу убиваешь и это было за столом ну попробуй откажи ему это было же чартан я уже перешел после челси когда уже мы коснулись практической части то есть нужно 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 было найти место я помню прекрасно что первым делом я подумал о своем районе где где жил куда ходил на физкультуру где сдавал зачеты как по лыжам так и соответственно по бегу и вот там был долгострой 11-летний мы его реанимировали в складчину своими друзьями предпринимателями и вот постелили поле футбольные создали школу то есть такое меценатство она никогда не окупится с точки зрения финансирования нашего наших влияния но это неважно потому что он у нас выходца в сколько из это уже гораздо важнее да и вот поэтому возвращаясь опять-таки к социальной ответственности к долгу вот долгу людей которые реально что-то из себя представляете и и достигли определенного успеха что мне кажется часть их деятельности она должна тоже вот быть сопряжена социальной с устойчивым развитием то есть как потому что являешься неким таким примером для подражания молодому поколению ты говорил что твой дружбан драгба что подобное делает я делаю все там у себя тем более в африке они очень стрепетно конечно но они все жирями он вообще сейчас мы играли корешок мой тоже по по челси он там он профсоюзы возглавляет сейчас в африке вот поэтому конечно и мне очень приятно то что с ними всегда можешь общаться труба вообще мы сейчас обучаемся вместе я никак его не могу соблазнить и начать бегать и марафон моя задача сейчас мы просто с аршавин обучаемся программе называется и мой пи мастер свой international players то есть это для тех игроков причем такой скажем высокой пробы игроков игроков сборной да да там у нас как а у нас там хулио сезар у нас там драгба хэске такой то есть некая магистратура футбольная да 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 это это по сути дела и бей в области футбола у нас два курса из-за пандемии сейчас мы не можем в оффлайне так вот насколько мне было приятно что как а начал бегать и готовиться к марафону у нас в море с вольске мы играли он сейчас второй тренер в лейпциге мы с ним за фулхом играли то есть моя задача к концу этого курса как минимум половину ребят привлечь бегло драгба здоровенно побежит не войдет вернее а что сделала корешками как ты говоришь французский язык французский вот эти как скажем корни французские корни его и мои они такие условные вот и видите ли в челси клуб челси разбивался то о чем мы говорили вот он разбивался на коалиции было англоговорящая группа естественно англичане плюс ирландец даймонд дав плюс гуд йонсон который исландец который очень хорошо говорил на английском потом франкоговорящая это голос джереми микелели чех тоже приехавшие из франции вместе я говорил на французском ну и соответственно гарнир это ерошек смертен кешман те которые говорили на смешанных языках вот и это не мешало быть действительно великой команды потому что этот блин тренер и деде коммуникабельный вполне человек да и поэтому он легко находит общий язык было в марселе и в челси да он кстати он не мог стать если бы он не был таким своим для болельщиков челси да и причем он он не сразу стал игроком основного состава если бы не маурине он прошел через скамейку запасных он прошел даже через трибуны вы знаете наверно в то время всего 16 человек было заявки о 25 составе то есть с одним запасным ротарем всего четыре позиции и даже там классный лучший игрок там челтона скотти паркер всегда оказывался практически на трибуне робин оказывался на трибуне ну то есть вот такая жесткая очень конкуренции другба тоже не всегда выходил потому что челси играл в одного игрока в одного нападающего никто не обижался все но потому что там была такая скажем подводка под чемпионство и первое собрание в америке как раз было когда там маурине но я уже много раз рассказывал приехал сказал собрал нас сказал что мы здесь вот с завтрашнего дня как раз против селтика играли начинаем выигрывать потому что карьер футболиста коротко что она определяется там не деньгами на банковском счете очками и трофеями вот вы же ничего не выиграли до этого начался не становился чемпионом 50 лет прикиньте 50 лет и вот вот эту траекторию до на марафонскую дистанцию в девять месяцев чемпионата он заложил изначально под этим казалось бы простыми словами настолько эффективными что они вошли в нас понятно что стечение обстоятельств понятно что там где-то везло нам но ты выходил на футбольное поле помню там после второй или третьей игры будучи абсолютно уверен что ты выиграешь вопрос просто времени который на какой минуте ты гол забьешь и это все как раз установка с романцем то же самое было вплоть до игры с украиной у меня два раз всего такое состояние было не самоуверенность не уверен в собственных силах и в командных действиях но поэтому его уникальный назовут да особенно а что что случилось я думаю что он наверно уже перестал испытывать голод он доказал всем и в разных чемпионатах с разными командами что он может он способен выигрывать от него исходила вот этот постоянное желание выигрывать у него настолько тщеславие было в гипертрофимой форме что это проявлялось во всем дальнейшем я не застал вот эти там продажи пальто с сукциона потому что это был первый год в челси в которой в котором я оказался потом эволюцию в не лучше не в лучшую сторону я слышал же от ребят не паула феррера расскажу что не рассказываю что происходило то есть величие определенное потому что вот этот успех который даже в зрелом возрасте и его очень тяжело с ним бороться он действительно стал таким эмоциональным таким медийным героем вот это 50 лет не становился чем чемпиона он берет становиться первым да после лиги чемпионов сюда да но при этом знаете он с игроками никогда не вел себя вот таким образом всегда защищал он никогда тебе а тем более при ком-то вот он тебе никогда не говорил что ты вот ошибся ты понимал насколько ты неверно действовал только по одному на следующей игре если ты не играешь составе вот даже с кем у него были конфликты он тоже их нет нет с кешманом были конфликт у него были конфликты постоянно с кем-то многие не выдерживали мне нравится вот этот состав когда не представляете вы подписываешь многомиллионный контракт и в твои обязательства входит просто не опаздывать на тренировку но и на матче желательно все там не требуется как вот друг бы подшел контракт 10 мячей забить за сезон а все лезут состав всем ну вот там локтем там друг друга бьет но образно выражаясь в чем уникальность футбола ты сначала завоеваешь место составе на протяжении недельного цикла с кем-то борешься из своих а потом с этим же парнем выходишь на разных позициях пускай допустим борешься еще соперником и вот эти жернова их конечно но и он собрал команду настолько желающих выиграть боеспособных ребят что просто пребывание в этом великом клубе да вот было этого недостаточно ребята хотели ребята обижались ребят у ребят были амбиции у меня в том числе вот естественно мы его могли не очень сильно уважать как личность и это вправе делать были ну потому что он действительно был таким удал повода да ну да он 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 был лидером и он постоянно так скажем но не то чтобы свысока смотрел на тебя но но здесь как раз в этом моменте вы чувствовали да да что же что это было как-то писать например что вот он перед тобой такой кум королю наверное то что не мнение другим ребятам которые привыкли к другому отношению к разговорам вот тот же фергусон и общался суши с кем мы сейчас обучаемся помните уши ирландец на он он играл он не очень интересные истории рассказывал про фергуса мне всегда интерес и интересуют вот такие глыбы тренерского цеха и допустим тот же фергюсон дабы мотивировать игрока а уж и не всегда играл он рассказывал какие какую методику он применял он к ним но нужно было обязательно сделать сдержать слова конечно же иначе ты просто напросто ему подорвался авторитет он подходил и говорил джон слушай следующая игра ты не играешь где-то накануне там там за день за два когда формируется состав на игру и ты его видишь уже на футбольном поле он говорил джон ты не играешь следующую игру я на тебя не рассчитываю возможно я как бы не рассчитываю и через игру на тебя но вот будет игра там на кубок или мы играем там с лестером на выезде ты обязательно будешь играть и то есть он такой опять-таки задавал эту траекторию которая мотивационную до которая тебя держала в тонусе они так грубо говоря забили на тебя и неизвестно вот у мари не это было ты не знал в каком матче ты выйдешь ты казалось бы и и по прессе по оценке прессы ты вроде хорошо сыграл вот а потом ты можешь оказаться не то что на скамейке запасных а на трибуне у меня был такой случай один когда микелеле получил травма с ним очень сильно тяжело было конкурировать практически невозможно и мы играли с манчестер и на это на он на ултраффорд и он на установке говорит что у маки мы его звали так у маки травма он еще пока не знаю будет или нет поэтому выходит не 11 игроков разоминаться 12 включая смерти на если микелеле не играет смерть на самом составе если микелеле все-таки сможет играть смерти на трибуне вот не на скамейке запасных на трибуне ну и вот мы размялись я смотрю микелеле идет не хромает спрашиваем а ты играешь я играю я прямиком в душ и это немного обижал но и видимо это увеличилось возрастом его и наверно так происходит в тоттенхэме тоже произошло наверное но в тоттенхэме признаться изначально не верил мне казалось что все вот это его звездная поступь успешная закончится как раз но опять же никто же не говорил что все должны быть психологически такие ранимые тонкой душевной настройки извините меня это такой серьезный мир ну по крайней мере везде титул выигрывал греба у него и вот сейчас бы мог выиграть я думаю что есть не уволи вот вот хулио перед сити он же они же вместе играли вот он рассказывал о нем и они они собачились он прям с ним с ним ругался с ним многие ругались и он эту борьбу и вот это вот эту склоку он во-первых не выносил но время что надо отдать ему должное и он ее выдерживал потому что он сам был лидером но сам был таким крутым тренером что он умел работать и в чем его на мой взгляд величие без преувеличения что не не каждый тренер сможет с таким с игроками такой пробы высшие пробы взаимодействовать работать их ротировать их мотивировать не каждый фергюсон да даже вот не знаю насколько венгер может это сделать но венгер другой другой настройки человек и поэтому допустим в отличие венгера от маурине болельщики арсенал не просто друзья которые болеют арсенал не далеко живут они не расстроены не будем задевать они под подулом пистолета не хотели бы видеть маурине у себя в клуб потому что для них тогда венгер особенно когда успех у них был определенный для них был эталоном интеллигентности чего еще там ума в конце концов порядочности тогда к маурине там не очень воспринимали потому что для и и и вправе это были делать потому что я как никто знаю определенной установки его пример там играешь с какой-нибудь командой где то есть ему любая методика важно было ради там достижения результата мог там сказать допустим там какой-нибудь джонсон играет высокий защитник но очень эмоциональный он говорит слушай а вот он очень эмоциональный поэтому там при штрафной схвати его там штрафной схвати там за одно место он может допустим тебя ударить вот ему красную карточку она останется большинстве и вероятность победы увеличивается кратно ну я сейчас может быть скажем другими словами но смысл но идея понятный идея понятного вот именно таким тот же венгер там не мог себе позволить у него другая методика он настолько проницательный вот я с аршайом общался мне всегда интересно как раз специалисты насколько вот в чем их величие и вот допустим величие венгера заключалась в том как андрей рассказал что он настолько интуитивно чувствовал этот молодежь вот хочу сравниться отцом но и другой конечно уровень потому что отец тоже чувствовал как раз я в ерохина почему он похватил потому что он видел что мне в нем потенциал высокий и венгер он смотрел на игрока и говорил то чтобы не понять насколько крутой футболист я смотрю даже не тогда когда он получает мяч а за несколько секунд даже засекать за доли секунды до принятия мяча на него на его действия вот и андрей аршайн он рассказывал о том что он она только на взлете карьеры футбольной выявлял того или иного игрока ну да ты уже видишь принял решение даже и он и он да и он и он не ошибался почему у него всегда молодежь была там просто политика была иная потом особенно когда американцы то есть подготовишь футболисты и все болельщики арсенала были крайне недовольны тем что вроде как команда создается можно могут уже выигрывать они берут и распроиздают а это бизнес он персиковый пример ты вернулся в динамо совсем другие люди овчинников все мин и сегодня кстати другой уже был я опять же я был другие ты другой чемпионы европы грейки до португальцы маниши до тяжелый был период самый неприятный который случился со мной это что почему потому что оказавшись после после динамо после оказавшись в динамо после английской премьер-лиги после самого отношения к футболу взаимоотношения между игроками самоотдачи на футбольном поле ты попадаешь в команду которая которая уже изначально начала до твоего прихода разлагаться потому что сначала пришли там португальцы и вроде как бы амбиции были по составу команда звездным должны минимум там были выходите в лигу чемпионов а мы плелись хвосте и чуть не вылетели что недовольство было потому что зарплата не было мы там складывались благо там у нас всегда были возможности но футболисты деньги все-таки были у нас массажист не получали мы там сами давали деньги чтобы каким-то образом там существовать потому что три или четыре месяца вообще денег не платим федорович вон я так понимаю рассчитывал на больше когда понял что ему не позволят это сделать просто-напросто перед на прекратил финансирование и на вот я понимаю юрия палыча отчасти потому что он оказался между могут нам наковали с одной стороны недовольная голодная команда с другой стороны руководство которое там с которым тоже надо считаться мать и очень тяжелый период был я подумал что это не со мной происходит особенно после того когда ты уезжаешь вот из такой лиги попадаешь другую интересно у меня причем такие были у меня мечта сейчас наверное где-то сторонке егор титов похихикивает но у меня была мечта стать чемпионом россии я стал в составе пляжного локомотива ну да заветно да ты чемпиона англии но чемпион на россии надо же стать я за этим ехал возвращался в динамо получил веселье такое но благо кстати наработала и вот тот авторитет который я действительно заслужил честно вот в англии мне дала возможность дал этот скажем background английский дал возможность вернуться в англию второе пришествие было когда да и ну вот опять же бы я просто помню очень хорошо мы с погребником как-то говорили где я не поеду в россию не вернусь еще когда у нее все замечательно складывалось когда он даже чемпион шипс валился вот и но вернулся и игру второе пришествие тебе вот что 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 дало просто ты доигрывал уже я уже доиграл скорее я год отыграл но еще на свежих ногах потом я понял что я уже физиологически подустал и плюс ко всему это то страсть та любовь которая являлась к главным таким существенным локомотивом с маленькой буквы все ну то есть дров уже ну скажем армия до дрова начать начали зага заканчиваться береза начала заканчиваться вот реально пошли какие-то уже сучки а это уже не тот огонь который там должен пылать легкой в топке да я понял одно что еще и те скорости вот которые присутствуют в англии вот они уже мне не подсильны и вот в этих видели я же не на позиции там димы там не на позиции там и город этого еще кто-то кто за счет головы кто за счет правильных решений может долго как юра жирков он с края играть моя сильная сторона это был отбор там скажем так выигрывать единоборство резкость не скорость в скорости это сильно не обладал здесь какой-то момент понимаю что сильные твои козыри качества они но если не упразднились то уж точно снизились и в каких-то эпизодах я начал понимать что я уступаю просто элементарно голова то понимает догоняет ноги вот как раз в прямом смысле проигрывают а то что вера англии стадионов накал сегодня все уже да я бы я уже уже начал ну скажем не 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 гореть почему я говорю воспоминая слова мауриня который говорил что деньги да хорошо но все равно важны там трофеи важны там медали толпа она ты к ней привыкаешь и неважно где ты играешь это просто является неким фоном поверьте мне давай мы закольцуем и мы говорили про татуировку которую ты в итоге свел как я понял это была татуировка хоккейного клуба кто тебе рассказал эту правду вернее открыл глаза не она у меня на ноге мы лежали на оба там на массировали готовили нас к тренировке массажисты я лежу и он рядышком угли слушать такая татуировка груда это вообще там кельтский значит слушай а я вообще очень он финн по моему это вообще хоккейного клуба какого-то не запомнил и даже не стал поддерживать вот это был красиво было шикарно спасибо тебе большое за время да спасибо за приглашение за чай и денис казанский